К другим темам. Серьезный порыв магистрального трубопровода в районе села Воротниково оставил без напора холодной воды жители северо-восточной части города. Спустя сутки аварию удалось устранить, но глобально проблемы с водой не решены. Подробности у Анастасии Конниковой. По словам жителей Воротниково, начиналось все с небольшой лужицы, которая затем стала болотом, а сейчас открылось подземное озеро. Напор серьезный, и это уже с учетом того, что участок водовода перекрыли. На место аварии вместе с ГУП «Водоканал» выехал глава администрации округа. Участок представляет собой нитку водовода, которая питает от двух водозаборов резервуары, от которых уже питается северо-восточная часть города. Мы отключили этот участок сейчас от водозаборов и от резервуара, и необходимо сейчас бросить воду, для того, чтобы осушить трубу и понять, какой вид ремонта здесь необходим. Процесс осушения займет, ну, как минимум еще три с половиной часа, только после этого можно делать выводы о сроках окончания ремонта. Когда обнаружили порыв, приняли решение экстренно снижать давление в сетях водоснабжения. Ограничили и поставку горячей воды. Все для того, чтобы наполнить резервуары. На момент ЧП в них оставалось всего 47% от объема. В данный момент пока вода в резервуарах держится на уровне 87%, уже второй час стабильно. Разбор пока небольшой. Мы надеемся, что в течение рабочего дня до 18.00 разбора сильного не будет. Вечером, конечно, он будет сильный. И, конечно, наша задача, чтобы все работы в максимально кратчайший срок завершения. Аварийное отключение воды коснулось хуторов Чумаки и Ильины и сел Бочаровка-Воротниково. Перебои во всей северо-восточной части города, в районах ИЖС и многоэтажках. На место аварии сегодня прибыло и руководство Белоблводоканала. Благодаря администрации города Старого Спола очень сильно помогли. Мы получили помощь и вот эту технику, и откачивающую малую механизацию. Плюс люди, стальной трубопровод просто, его время подходит к концу, он изношен, надо менять. Достаточно серьезный кусок этого трубопровода. Сейчас время наладку, но, естественно, заложили в программу, губернатор дал распоряжение на 7 лет вперед расписать мероприятия по всей области. Старый Оскол у нас в приоритете, как номер один. Мы хотим, естественно, новые трубопроводы, хорошие чистые сооружения, чистую воду. А пока заявки на подвоз воды принимают по телефону 24 00 70 и в сообщениях администрации округа на страницах ВК и Одноклассниках.